От того, что произойдет, если ветер исчезнет, до почему у котов такое быстрое сердцебиение, мы ответим на некоторые из ваших самых острых вопросов о жизни. Привет, меня зовут Дуби, я буду читать вопросы и ответы, и в этом мне поможет этот милый маленький зефирный паренек, приятель. Эй, эм, вау, что насчет личного пространства, а? Может быть уже перестанешь? Чё, чё ты там делаешь? Нет, нет, не готовь меня. Нет, 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 не надо, не ешь меня, Дуби. Нет, 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 не надо, Дуби. Ммм, вязко. А, я не должен был этого знать. Что произойдет, если ветер внезапно исчезнет? Все птицы, прям все птицы упадут с небес. Мелисе пришлось бы ходить на работу или садиться на автобус, как нормальному человеку, ездить со всеми этими автобусными чудаками. Эй, я езжу на автобусе на работу, и я абсолютно нормально. Спасибо большое. Ах да? Просто глянь на себя. Ни оперения, ни рогов, какая-то мягкая кожа. Ты самый, самый странный и чудной человек здесь. А... О, боже, ты прав. Я самая странная здесь. Это нормально, Дуби. Никто здесь даже и не подумал бы о том, чтобы относиться к тебе по-другому из-за твоей внешности. О, спасибо, Долан. Чтобы ветер исчез, не должно быть разницы давления в давлении воздуха по всему миру. Однако, если бы ветер прекратился, не было бы изменений температуры. В некоторых местах было бы очень холодно, а в других очень жарко. Дождь будет только рядом с водой, поэтому большая часть планеты высохнет, так как нет ветра для транспортировки дождя. Чили Дога спрашивает на Патреоне. Какой день? Люди, рожденные в високосный год, официально взрослеют в обычном календарном году. Мы называем их дети-високосники. Они не празднуют день рождения. На самом деле, они даже не выходят из больницы. Любой родившийся 29 февраля остается там, вырастает и становится доктором или хирургом. Они существуют только для помощи в рождении нормальных детей, таких, как мы. Эй, я родилась в високосный год. О, как же удобно. Так просто случилось, что ты родилась в високосный год. А как раз мы тут говорим об этом. Ой, знаешь, я хочу увидеть доказательства. Не поверю на слово. Хочу увидеть свидетельства о рождении или хоть что-то официальное. Какую-нибудь справочку. Большинство стран не имеют законов, которые указывают, когда возраст високосников юридически меняется в течение невисокосных лет. В Великобритании, Англии и Уэльсе, а также Гонконге, ваш законный день рождения 1 марта. А в Новой Зеландии, чтобы получить водительские права, указывают 28 февраля. Джош Магнетт спрашивает, сколько новых видов находят каждый день? Нисколько. Мы уже всё нашли, теперь они выдумывают всякую ерунду. Хелбент рассказал мне о Пронто-Холосососарусе? Та, динозавры. О да, конечно. Они настоящие. Тош, да он, ты сделан из маршмеллоу. Я не знаю виды подобные этому. Тише, високосный ребёночек. Откуда ты берёшь мою плоть? В течение года обнаружится от полутора тысяч до 1800 новых видов растений и животных, что составляет около 4-5 новых видов ежедневно. За последние 250 лет ничего сильно не изменилось, потому что многие из этих животных для нас выглядят одинаково, но оказывается, что они отдельные виды. Нанка-19 спрашивает, почему сердцебиение кошек быстрее, чем китов? Да потому что коты капецки буйные. А киты спокойные, но слабоние. Я держал одного дома пару лет. Давай, мальчик. Сесть. А-а-а, он просто отдыхает. У кошки более быстрое сердцебиение, чем у голубого кита, потому что чем меньше животное, тем быстрее будет сердцебиение. Голубой кит является самым крупным животным, поэтому кровь внутри него путешествует намного дольше. Кошки, наоборот, относительно невелики, и поэтому у крови не уходят столько времени, чтобы пройти всю систему. О, боже, Долан. Зачем ты притащила этого мертвого кита? Верни ты его уже в море. Он просто давно не принимал душ, не рань его чувства. От него разит, как от гнилого сыра. Вообще-то, это аромат самца. Хайв Пафф Продакшн спрашивает, почему коралл это животное? Ты думаешь, что эта штука, это животное? Да, конечно. Удачи тебе в его дрессировке. Да это ж просто хренов камень. Чё? Это, это просто произошло? Это, это всё меняет. Мне надо подумать об этом. Итак, Долан, ты сделал где-нибудь открытие? Оу, Дупи, глянь на это. Я обнаружил, я математически доказал, я объективно установил, что... Мне плевать. Кораллы живовид, потому что, в отличие от растений, они не производят еду самостоятельно. Коралл на самом деле состоит из сотен одинаковых полипов, питается планктоном и солнечным светом. А некоторые виды кораллов могут на самом деле есть маленьких рыбок. Зак Змей спрашивает, какой была первая человеческая цивилизация? Самая первая человеческая цивилизация называлась Комментария. Говорят, что их язык начал развиваться после того, как они придумали слово «Первый». В этом месте жили банды колокольчатой армии с максимально примитивным языком. Это был ад. Йоу-йоу-йоу, ну и кто же здесь самый первый? Я, я самый первый. Дайте-ка шуткану. Экономика. Хе-е-е. Эй, эй ты, у меня есть кое-что особенное, только для тебя. Заходи ко мне, чтобы узнать больше. Прежде чем я утону в море людей, запомните меня. Первая человеческая цивилизация... Первый. Как правило, считают... Месопотамию. Это был древний город, построенный шумерами в современном Ираке. С записями Сопотамии восходят к началу письма около трех-трех с половиной тысяч лет до нашей эры. Хотя город был построен гораздо раньше. М. Николас Заки из Лингау спрашивает. Кто создал храм Бербадур? Ха, какой храм? Храм? Или дешубидибудаб? Храм? О да, такое трудно выдумать. Погоди, а тот самый Бронтохолосососарус, случаем не отсюда? Храм Бербадур был построен буддистами в девятом веке, в том месте, что сейчас является Явой, остром в Индонезии. Хотя Индонезия в основном исламская страна, она была построена династией Сайлендера, которая возникла на юге Индии. Ким Мериди спрашивает. Откуда произошла идея письма? Мало кто знает, но ручка на самом деле была изобретена прежде, чем придумали письмо. Ее создатель потратил долгие часы, думая, что за хрень? Что я вообще буду делать с этим? Что я должен делать с этой чернильницей? Что я буду делать с этим? Ребят, вы никогда бы не догадались, что первым написанным словом было... Нет, о нет, 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 я знала это! Считается, что идея письма также началась в древней Месопотамии, вместе с рассветом первой цивилизации. Письмо, называемое клинописью, было разработано как практический способ записи транзакций. По мере роста городов им нужна была общая форма общения, чтобы вести учет, регистрировать законы и другую информацию. Джулия Ринь спрашивает, какой самый старый автомобиль? Знаете, в старые добрые времена вы бы ездили на вершине бревна или гигантского валуна, до тех пор, пока он катился бы с горки, конечно. Вы могли бы достигнуть колоссальной скорости в 2 мили в час, или были бы раздавлены. Это звучит очень опасно. Не, ну, когда у вас нет машины и как-то надо быстро добираться домой, знаешь ли, трудно быть придирчивым. А теперь прошу меня извинить, мне надо на важную встре... Француз Николс Джозеф Когнот построил первый автомобиль с правым двигателем в 1770 году. Хотя патентованный автомобиль Бенца, построенный Карлом Бенцом в 1885 году, был первым автомобилем, использующим двигатели внутреннего сгорания, и был бензиновым двигателем. Поэтому считается первым автомобилем таким, как мы его знаем. MLB Собхайр Харт спрашивает, почему зубы желтеют, если не чистить их? MLB Твои зубы пожелтеют, если не будешь чистить их. Это ж просто. MLB Если не чистить их, у вас появятся зубные боли, и зубы начнут гнить. MLB Хуже. Это распространится на ваше лицо, и оно отвалится. MLB Ваше лицо отвалится. MLB Да, и вам придется держать его в вазе. MLB А тем хирургам-високосникам придется взять ваше отпавшее лицо и вернуть его обратно на череп. MLB И пришить зубной нитью. MLB И еще хуже. Ваши зубы могут выпасть. MLB Да, да! MLB Да! MLB Мне надо почище и чистить зубы. MLB Да, мне тоже. MLB Ваши зубы желтеют, потому что бактерии скапливаются на внешней части зуба, называемой эмалью, которая в нормальном состоянии белая. MLB Определенные продукты и напитки окрасит эмаль, если вы не будете поддерживать хорошую гигиену зубов и диету. MLB Эй, ребят, не мог вас случайно не подслушать, пока вы тут орали о чистых зубах. Хотите сделать отбеливание? MLB Да, вот именно! MLB Да, очень хотим. MLB Хорошо, сейчас будет. MLB С вас по 50 баксов, сучки. MLB Огромнейшее спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал оригинала. MLB Хотелось бы сказать большое спасибо Минте за помощь в этой озвучке, ссылку на ее вконтакте вы сможете найти в описании. MLB А если вам понравились переводы и озвучка, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, что бы вы еще хотели услышать в озвучке от меня или от нас. MLB А если хотите помочь каналу, то скиньте это видео своим друзьям, это не так уж и сложно. Ну а с вами был Фиди, всем удачи и пока.